Здравствуйте! Я Анастасия Натальевича, команда нового городского телеканала «Первый Ростовский». Выделим главные новости недели, расставим акценты. Итак, Ростов-Главное – это нововведение октября в техосмотре, зарплате военных и полицейских, зачислений детских пособий и старт осеннего призыва. Ростов-Главное – это одобрение правительством России заявки на модернизацию трамвайного движения в Ростове, что подразумевает строительство трех новых веток к новым микрорайонам и контрольная проверка перед запуском в эксплуатацию реабилитационного центра помощи попавшим в сложную жизненную ситуацию. Ростов-Главное – это три кандидата на должность главы городской администрации, в их числе и пока еще не покинувший этот пост Алексей Лагвиненко, а также планы продления набережной и соединения с ней театральной площади, озвученные на Совете по инвестициям. Ростов-Главное – это отравление шестерых детей парами хлора в Таганрогском бассейне и массовая авария по вине большегруза, а также приговор истязавшей собственную дочь жительницы Новошахтинска. Ростов-Главное – это вхождение ростовчанки в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России» и конкурс профессионального мастерства индустрии красоты. Ростов-Главное – и победа гандбольного Ростов-Дона в Суперкубке России, ожившие полотна Кандинского и первые октябрьские выходные – солнечно-пасмурные при плюс 15. С 1 ноября в Ростовской области приостанавливается обучение по дополнительным образовательным программам. Кружки и секции допускают работу только в индивидуальном или дистанционном формате. Кафе и рестораны еще работают, но потанцевать там пока будет нельзя, закрывают танцполы. Новые ограничения в регионе вступают в силу с 4 октября. В пятницу соответствующий документ подписал губернатор. Мера вызвана ухудшением ковидной ситуации. В регионе 229 классов в 104 школах переведены на дистант из-за коронавируса. И 49 групп в 40 детских садах на карантине. Один детсад и три сельские школы закрыты. Новые ограничения также коснутся медицины. Уже с 4 октября в больницах остановят проведение медосмотров и диспансеризации для взрослых. Пройти доп. медобследования смогут только те, кто перенес ковид и дети. Можно будет сделать и профилактические прививки, которые входят в национальный календарь. Концерты пока не запрещены, но ограничения на заполняемость зрителями 50% и не больше 500 человек. 30% работников уйдут на удаленку, в том числе сотрудники из зоны риска в категории 65+. И те, кто имеет хроническое заболевание. Повышение зарплат некоторым бюджетникам, изменение правил пока еще обязательного техосмотра автомобилей, рост роли карты МИР в зачислении детских пособий. Октябрь пришел к нам с пакетом нововведений. О самых актуальных расскажем подробнее. С повышением зарплат можно поздравить часть бюджетников. Рост окладов небольшой – 3,7%. Но все-таки с 1 октября больше будут получать военные контрактники и срочники, полицейские, таможенники, пожарные, сотрудники уголовно-исполнительной системы и фельдъегерской службы. Следующее нововведение – медицинское. Прививки из национального календаря и календаря профилактических прививок по эпидемическим показателям станут бесплатными и в частных клиниках. Главное, чтобы эта клиника работала в системе обязательного медстрахования. Важная новинка для водителей – вступают в силу новые правила техосмотра. С 1 октября он должен проводиться с обязательной фотофиксацией машин при прохождении ТО и указанием на фото координат пункта. К тому же оператор обязан в режиме реального времени вносить сведения в единую автоматизированную информационную систему техосмотра, а диагностические карты, оформленные без реального технического осмотра, будут аннулироваться с штрафом для выдавших их операторов. При этом напомню, что в Госдуму внесен законопроект об отмене обязательного техосмотра автомобилей, и отмену – это можно ждать до конца этого года. Выплаты на первого и второго ребенка до трех лет теперь будут зачисляться только на карту МИР. Это касается ежемесячного пособия для малообеспеченных семей, в которых первый или второй ребенок родился или усыновлен с 1 января 2018 года. Ну и даже не нововведение, а событие октября – старт всероссийской переписи населения. Она начнется 15 октября. Через портал госуслуги можно переписаться до 8 ноября. Дома с переписчиком или самому на переписном участке до 14 ноября. Юлия Карасюк, Первый, Ростовский. Ну и еще одно нововведение октября – традиционное. С началом второго месяца осени в стране стартовал осенний призыв. Задача нашей области – отправить в части около 4 тысяч бойцов. Особенностей у этой осенней призывной кампании, как таковых, нет. Механизмы отработаны годами, в том числе противокоронавирусные. В помещениях призывных комиссий и сборных пунктов дезинфекция каждые два часа. Перед попаданием на сборные пункты – измерение температуры и обязательное тестирование. На это из областного бюджета выделено больше 10 миллионов рублей. Для дистанцирования не больше 10 человек в помещении, а по прибытию в воинские части – двухнедельный карантин. Есть нововведение, которое вступило в силу 5 июня. По нему, имеющим право на отсрочку, проходить медосвидетельствование не обязательно. Гражданин после школы поступает в высшее учебное заведение. И согласно действующего законодательства, он имел право на отсрочку до завершения этого обучения. Но для этого он должен был пройти обязательно медицинское свидетельствование. При данном изменении он может пройти только если напишет сам заявление. В этот осенний призыв от Ростовской области служить пойдут около 4 тысяч призывников. 62% из них останутся в воинских частях Южного военного округа, а 40% даже в своем регионе. На нашей территории расположена такая знаменитая 150-й Идритская мотострелковая дивизия. На территории Ростовской области три части ее находятся. Мы также комплектуем бригаду специального назначения нашими земляками. Больше двух тысяч юношей отслужат в сухопутных войсках, около 850 в воздушно-космических силах. Полторы сотни пополнят ракетные войска стратегического назначения. Сотню отобрали в ВДВ, две сотни – в воинские части казачьих обществ. Ну и, как обычно, 15 новобранцев призваны достойными президентского полка. Осенний призыв продлится до конца года. Марина Черных, Первый Ростовский. Приют и медицинский центр в одном учреждении и многофункциональный реабилитационный комплекс для людей, попавших в сложную жизненную ситуацию, готовятся к открытию в Батайске. Возвели его за частные деньги. Помощь нуждающимся будут оказывать бесплатно. Новый социальный проект осмотрел губернатор. Номера для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И на время реабилитационный центр может стать для них домом. Как правило, требуется 3-4 месяца, чтобы решить проблему конкретного человека. Но не только ночлегом и питанием ограничится здесь помощь. Новый многофункциональный реабилитационный центр с хорошим медицинским оснащением. Первый этаж отдан как раз врачебным кабинетам, среди которых рентген-кабинет, кабинет флюорографии, УЗИ-лаборатория срочных анализов, а также комнаты для тех, кому нужно постоянное лечение. Такие центры нужны, потому что эти центры оказывают помощь, поддержку людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Это не только люди, которые одинокие, но и люди, которые мамы с детьми. Возможность возвращения людей к нормальной жизни. Это возможность поддержки тех людей, которые потеряли свое здоровье. Строится центр за частные деньги, и это еще одна особенность проекта. Пиларет Московский сказал, что христианство – это помогать вдовам и сиротам, ну и дальше более глубже, и стараться не делать плохого в этом миру. Уклониться от зла, сотвори благо. Мы постараемся уклониться от зла и немножко сотворить благо людям, которые не могут себе помочь. Вот и все. Возводить комплекс начали в 2019-м, и уже основные работы завершены. Ведется подключение к инженерным сетям. В эксплуатацию объект планируют ввести в ноябре. Медико-социальные услуги будут оказывать бесплатно всем нуждающимся. Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Трамваи пойдут в новые микрорайоны и на левый берег Дона. На этой неделе одобрена заявка области на модернизацию трамвайного движения в Ростове. Василий Голубев представил инфраструктурный проект на заседании правительственной комиссии по региональному развитию, провел которое вице-премьер Марат Хуснулин. Планируем реконструировать существующую трамвайную сеть 46 километров, построить три новые линии 76,8 километра. Они соединят центр Ростова с новыми жилыми районами и с территориями будущей комплексной застройки. Новые районы это Суворовский, Левенцовский, Верхний Тимирник, Вересаево. О территории будущей застройки на левом берегу и в районе Старого аэропорта. По новым рельсам к новым остановочным пунктам должны поехать 98 новых трамваев. Размер запрашиваемого кредита 15,350, объем небюджетных средств 69,300. Мы посчитали эффект от строительства, планируем возвести жилья 2,7 миллиона квадратных метров. Налоговые доходы в консолидированный бюджет 19,750 миллионов и число создаваемых рабочих мест более 3 тысяч. Правительственная комиссия с проектом модернизации городского трамвая в Ростове согласилась. А в скором времени ей будет представлена еще одна заявка по Ростову программа комплексного развития территории. На этой неделе приняты заявки от кандидатов на должность главы администрации Ростова. Действующий глава Алексей Лагвиненко собрался на второй срок. Его контракт истекает в октябре. Лагвиненко подал документы одним из последних, о чем и сообщил в соцсетях. По итогам конкурсного отбора я был назначен на ответственный пост два года назад. За это время многое удалось реализовать, однако часть из задуманного еще предстоит сделать. Считаю важным завершить начатое и воплотить в жизнь новые идеи. На должность главы администрации претендуют еще двое. Заявки подали председатель комиссии городской думы по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Дмитрий Олейников и экс-депутат гордумы Ростова Анатолий Котлеров. Кто пройдет во второй этап конкурсного отбора, станет известно 11 октября. После испытания на знание законодательства и знакомством с планами развития города каждого кандидата. Двое выйдут в финал, который пройдет 19 октября. А с победителем конкурсного отбора на должность главы администрации Ростова будет заключен контракт на четыре года. Почти 60 миллиардов рублей – таков объем инвестиций в экономику Ростова за полгода. И это на треть больше прошлогоднего. Цифру озвучил Алексей Лагвининко на заседании городского совета по инвестициям. Крупнейшие проекты настоящего и будущего – продление набережной, благоустройство парков, строительство тракторного завода. Гигант сельхозмашиностроения готовится выпускать тракторы. И объем инвестиций в новое производство впечатляет больше 6 миллиардов рублей. И почти две тысячи новых рабочих мест. Говорят на совете по инвестициям и о проектах муниципально-частного партнерства. Один из таких – концессионное соглашение по реконструкции и благоустройству набережной. Что касается ее продления, заканчивается разработка проектно-сметной документации. И по словам главы администрации, после прохождения госэкспертизы у нас появится преимущественное право выкупа капитальных объектов для муниципальных нужд. Поэтому в первую очередь, конечно, администрация города займется тем, что будет скупить все земельные участки, создаст единый неперывный земельный участок, на котором будет расположена будущая наша набережная и наше дальнейшее продление улицы Береговой. Только после этого можно будет расслабиться вопрос, в каком формате этот проект будет реализовываться. В активной фазе реализация проекта «Соединение театральной площади с набережной». Утвержден проект планировки и межевания. Пройдена госэкспертиза проектно-сметной документации. И сейчас выкупаются земельные участки пострадавших от пожара в 2017 году. Могу сказать, что уже сегодня рыночная стоимость одной сотки земли определена больше одного миллиона рублей. Поэтому цена, за которую мы готовы выкупать, довольно-таки такая приличная. И сегодня большая часть населения уже готова нам эту свою землю реализовать без судов. Но еще раз говорю, что люди, которые не согласны с этой ценой, имеют право, и мы не против пройти путь судебной инстанции. Если будет доказано становиться выше, мы готовы вам заплатить денег гораздо больше. Удачными примерами муниципально-частного партнерства названо благоустройство парка в Октябрьской революции города Плевин. Завершен инвестпроект строительства кинокомплекса с торговыми галереями и гостиницей на Нагибино. Теперь гостиничный фонд города, а это две сотни объектов, может одновременно принять больше 9 тысяч гостей. А рабочий инвестиционный портфель Ростова – 246 миллиардов рублей. Галина Белоусова, Руслан Хамчеев, Первый Ростовский. И вот что еще расскажем далее. Ростов-главное – это отравление шестерых детей парами хлора в Таганрогском бассейне и массовая авария по вине большегруза, а также приговор истязавшей собственную дочь жительницы Новошахтинска. Ростов-главное – это вхождение ростовчанки в число 15 лауреатов конкурса «Учитель года России» и конкурс профессионального мастерства индустрии красоты. Ростов-главное – это победа гандбольного Ростов-Дона в Суперкубке России, ожившие полотна Кандинского и первые октябрьские выходные – солнечно-пасмурные при плюс 15. Таганрогский бассейн оказался не таким уж оздоровительным. После его посещения сразу шестерым детям стало плохо. Как выяснилось, они отравились парами хлора. Дело уже в следкоме и у ростовского городового. Также Татьяна Цепелева расскажет об обвинительном приговоре матери, истязавшей собственную дочь, и о массовой аварии на трассе М4 Дон. Самые заметные происшествия этой недели – в сводке ростовского городового. О них расскажу прямо сейчас. Здравствуйте. Шестеро детей попали в больницу после посещения бассейна в Таганрогском аквапарке «Наутилус». Симптомы у всех похожи – рвоту, тошноту, головокружение и слезоточение. Врачи диагностировали отравление парами хлора. Взяв пробы воздуха, специалисты Роспотребнадзора выявили превышение допустимого содержания хлора в 1,6 раза. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Проведен осмотр места прожития, в ходе которого с участием специалистов Роспотребнадзора изъяты пробы воздуха и воды. Произведены смывы с поверхности различных участков помещения для проведения экспертных исследований. После осмотра медиками четверо пострадавших детей отпущены домой, двое госпитализированы. Ситуацию под личный контроль взял председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Мать, истязавшую собственную дочь, приговорили к четырем годам колонии общего режима. Новошахтинский район и суд признал 25-летнюю Юлию Довголь виновной по статье 117 «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Напомним, семилетнюю девочку со следами от веревки на руках и побоями обнаружили соседи в начале апреля. Выяснилось, что ее истязала собственная мать вместе с отчимом ребенка. Мужчину позже признали невменяемым и приговорили к принудительному лечению. В отношении матери приговор в законную силу еще не вступил. Семерка влетела в бензовоз. Два человека погибли. Смертельное ДТП случилось в четверг утром на автодороге Новошахтинск-Майский. 53-летний водитель ВАЗ-2107, не уступив дорогу при повороте, врезался в Mercedes-Benz Actros. Бензовоз-тягач буквально расплющил легковушку. У погибших не было шансов выжить. На месте скончались 53-летний водитель «Жигулей» и его 30-летний пассажир. ГИБДД проводит проверку. Забыл о дистанции и смял 7 машин. Массовую аварию на неделю устроил большегруз на М4 Дон, недалеко от аэропорта Платов. Богатый урожай собрал 34-летний водитель грузового автомобиля «ДАФ», не успев затормозить перед пробкой. Первое не повезло «Митсубиси», затем досталось «Газели», грузовику «Ман», «Хёндаю» и сразу «Трем КамАЗам». В этой массовой аварии из людей пострадал только водитель «Митсубиси». Ему понадобилась помощь медиков. На этом у меня все. До встречи в эфире. В Ростове завелся автомобильный маньяк. Он обездвиживает и лишает зрения элитные иномарки. Очередной «Порше» пал жертвой грабителей, хоть и стоял под камерами видеонаблюдения в людном месте. Подробности истории собирала в соцсетях Юлия Карасюк. И уже готова рассказать, что еще обсуждали ростовчане в интернете на этой неделе. Еще Ростов лишился счастливых ростовчан, а на маршрут вышел автобус, который везет пассажиров прямиком в травматологию. Осторожно! В городе завелся элитный машиноманьяк. Иначе как объяснить массовую атаку на ростовские «Порши»? В этот раз жертвой стал «Порше Каен» и воровством одних только фар грабители не ограничились. Под шумок они сняли и все четыре колеса. Обнаглели настолько, что разбирают машины даже на самых оживленных улицах. Причем сначала одни вредители сняли колеса, и только спустя несколько часов уже другая банда решила прибрать к рукам фары. Но, увы, сочувствия водителя слепленого и обездвиженного авто не дождался. Каждый имеет право зарабатывать так, как считает возможным, даже если это идет в разрез с законом, пишут горожане. И знаете, на самом деле это очень страшно, когда понимаешь, что люди вокруг тебя так мыслят. А это случай, когда справедливость восторжествовала. Разбитая остановка обошлась слишком дорого. Хулигану, который этим летом выбил стекло на остановке своим прыжком и снял все это на камеру, вынесли жесткий приговор. Суд назначил ему 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Так и надо наказывать хулиганов, пишут в комментариях. Эх, ушла эпоха знаменитой композиции «Счастливые ростовчане» на Шолохова больше нет. Ее закрасили. Нарисованные болельщики, которые приветствуют гостей Чемпионата мира по футболу, появились в канун Мундиаля. В здании тогда уже никто не жил, его признали аварийным. И решался вопрос, нести или спасти. Ремонтировать такой вердикт. Спустя несколько лет вынесли чиновники. И вот теперь счастливых ростовчан закрыли слоем караеда. Утерянная картина разозлила горожан в комментариях, на что им ответили. Делают ремонт? Народ недоволен. Не делают ремонт? Народ недоволен. Народ, а может быть дело все-таки в вас? Автобус, который везет прямиком в травматологию, замечен в Ростове. Следующая остановка – БСМП. С такой подписью появилась в соцсетях эта фотография. Вы так выходишь, чуть зазеваешься и в канализацию. Это телепорт в Нарнию и не унывают оптимистичные ростовчане, приехавшие домой на автомобиле. А те, кто только что из автобуса, призывают. Нужно запретить пунктам металлоприема принимать решетки от люков. Хотя, как уже тут уследишь, остается только надеяться на честность ростовчан. Ну, то есть просто мечтать. Пополнение в ростовском зоопарке. Там поселились две самки северных серых кенгуру. Родом они из новосибирского зоопарка. Пока новоселы во внутреннем вольере привыкают к новому месту и людям. Но как только закончится карантин и реконструкция вольера, девчонок выпустят на всеобщее обозрение. А у меня на этом все. Настя, тебе слово. Ростовчанка Елена Кочарян стала лауреатом Всероссийского конкурса «Учитель года». Одним из 15. А это значит, что она продолжает соревноваться за звание лучшего педагога страны. Лауреатов назвали на сцене в лицей номер 11 и провели жеребьевку их дальнейшей борьбы. О чем не ведется прямая трансляция, о чем только иногда говорят в кулуарах. О тех ситуациях, которые происходили на конкурсе. Открывает торжественную церемонию «Учитель года 2020» Михаил Гуров. Именно благодаря ему финал Всероссийского конкурса проводится в Ростове. 85 лучших педагогов из всех регионов страны несколько дней соревновались в методической мастерской и на уроке. Так назывались отборочные испытания, где надо было представить свои методы и приемы работы. Критерия достаточно много, начиная от того, как учитель говорит, и заканчивая вообще пониманием системы преподавания. Поэтому здесь любое слово, любое действие учителя имеет значение. Но, конечно, для меня, вот на что я обращал внимание, это активность взаимодействия с учениками. Насколько учитель готов отвечать на любые вопросы учеников. Насколько учитель готов отойти от своего какого-то привычного сценария и конспекта. Учителю русского языка и литературы из Брянской области Елене Грачевой пришлось перелопатить массу методической литературы. Так сказать, пройти собственный курс повышения квалификации. Чтобы сначала выиграть конкурс на областном уровне, а теперь приехать на всероссийский финал. Чего вообще не чувствовалось, это конкуренции. Все те, кто сюда приехал, они очень яркие и творческие личности, с ними интересно общаться. И это было только общение, то есть конкуренции не было никакой. А уже, наверное, основная борьба у каждого конкурсанта происходила с самим собой. То есть как ты справишься с волнением, как у тебя получится самоорганизоваться. Кто выходит в пятнашку лауреатов, держит в тайне чуть ли не до конца торжественной церемонии. И вот среди победителей педагоги из Москвы, Чечни, Кабардино-Балкарии, Бурятии, Татарстана, Краснодарского, Пермского, Хабаровского и Ставропольского краев, Иркутской, Астраханской, Тюменской, Ульяновской, Ленинградской областей и наша ростовчанка. Какая-то очень хитрая улыбка. Кочарян, Елена Кочарян, Бестория, Татарстана и Московская область. Теперь учителю истории Елен Кочарян предстоит показать свое мастерство еще и на классном часе. Не дать мастер-класс на сцене музтеатра. Я вообще нахожусь в таком, знаете, шоковом состоянии. Было неожиданно. Удивенность очень большая, потому что вокруг все знают, вокруг коллеги. Люди поддерживают, смотрят на меня, ждут от меня чего-то. Безусловно, я где-то вначале себя чувствовала немного другой, белой вороной. Но сегодня уже я нашла друзей, нашла таких коллег, которые являются моими тоже близкими по духу людьми. Поэтому уже все хорошо. Вхождение Елен Кочарян в 15 лучших учителей России – это подтверждение высокого статуса и высокого уровня системы образования Ростовской области. После всех испытаний определится пятерка призеров конкурса, которые примут участие в итоговом испытании. Пресс-конференция «Вопрос учителю года» в Москве. Абсолютного победителя объявят 10 октября на торжестве в Государственном Кремлевском дворце. Он получит главный приз – Большого хрустального пеликана и станет советником министра просвещения России на общественных началах. Екатерина Лободина и Юрий Лешко, Первый Ростовский. Твоя профессия – твое будущее. Областной конкурс в сфере бьюти-индустрии прошел в Ростове. Мастера по макияжу и ногтевому сервису за победу боролись в три этапа. В финал вышли лучшие конкурсанты. И в режиме реального времени выполнили основное творческое задание. Тени, румяна, помада – сегодня все это не косметика, а художественная палитра. Макияж – основа истории, созданной визажистом. Ее подчеркивают и обрамляют одежда и аксессуары, расставляя нужные акценты. За основу образа я приняла белый костюм классический, который характеризует простоту и сдержанность модели. Также отлично этот образ дополняют серьги ручной работы. Сильная, красивая и нежная – именно такой должна быть современная девушка в представлении визажиста Екатерины Кутицкой. На конкурс она подготовила образ славянской женщины. Мы хотели показать в образе прически и в макияже силу, через темные оттенки, силу духа славянской женщины и через оттенки спарклов, ее нежность, ее чуткость и ее женственность, о которой мы часто забываем в современных условиях. Каждая работа визажиста – настоящее искусство. Оценить яркие работы предстоит профессиональному жюри. Композиция должна в целом выглядеть, скажем так, в союзе. То есть актуальность, модность плюс чистота. И в целом я должна считывать образ и то, что хотел передать мастер. Конечно, оценивать всегда очень сложно, потому что все работы красивые. Все девочки очень сильно стараются. Стараются и мастера ногтевого сервиса. Каждый ноготок модели внимательно осматривают все члены жюри. Маникюр в первую очередь должен быть выполнен аккуратно и чисто, а только потом оценивают дизайн. Мы смотрели на сложность дизайна, то есть сложность композиции, потому что на натуральных ногтях не так, конечно, разгуляешься, как на нарощенных. Но некоторые мастера прям проявили очень высокие дизайны, очень красивые были, актуальные, то есть сложные. Я изрисовала, чтобы вы понимали, за двое суток пачку типс из ста штук. Здесь немаловажно время, конечно. Если бы было побольше времени, я бы, наверное, что-то еще смогла придумать. Но на помощь приходят маленькие секреты, которые помогают нам сделать достаточно симпатичный дизайн за короткое время. Для конкурсной работы мастер выбрала нежно-розовые оттенки. От конкурса Мария ждет, прежде всего, понимание своей конкурентоспособности на фоне других мастеров. В первую очередь, конечно, профессиональный рост. Это обмен опытом, это определенный старт своим начинанием, амбициям для профессионалов. Они здесь, в своей сфере, они общаются. Любой конкурс на соревнования, оно дает такой толчок и импульс для развития. Все участники конкурса получили дипломы и цветы, а победители еще и денежные призы. За третье, второе и первое призовые места по 10, 30 и 50 тысяч рублей, соответственно, в каждой номинации. Мария Филинкова, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Реконструкцию стадиона «Арсенал» и строительство 12-й спортивной школы в советском районе Ростова проинспектировал Алексей Лагвиненко. Готовность объектов высокая, подрядчики обещают уложиться даже раньше намеченных сроков. Четыре спортивных площадки там, в другой стороне. Инспекцию по спортообъектам начинают на стадионе «Арсенал». Последняя реконструкция тут была около 15 лет назад. Сейчас же заканчивают демонтаж и готовятся к укладке покрытий для футбольного поля и беговых дорожек. Мы начали работы в середине августа. Я думаю, что буквально через две недели мы начнем уже укладывать покрытия. Ну и, соответственно, как я уже сказал, до конца года завершим все работы именно по спортивному ядру. В следующем году здесь установят новые трибуны и освещение. После ремонта спорткомплекс может вместить больше тысячи человек. Мы берем сегодня только атлетические виды спорта. Это будут полноценные беговые дорожки, это еще теннисные корты. То есть, конечно, большое количество людей. Еще самое главное то, что это построено в очень плотной застройке. Это значит, что люди, прожившие рядом, точно смогут этим пользоваться. Сдать объект планируют в мае 2022-го. Следующая на очереди – 12-я спортивная школа. Ее здесь строят с нуля, буквально вписывая во двор многоквартирного дома. Когда приступили к строительству спортивного объекта, люди не понимали, думали, что опять, как это им понятная стройка, возмущались. То есть, как только понятный спортивный объект, которым они же будут пользоваться, конечно, они ждут, когда мы эти работы завершим. Рассчитана школа на 400 учеников. Здесь дети будут заниматься художественной гимнастикой, акробатикой, теннисом. И не только. На весь объект потратят 54 миллиона рублей. Срок окончания установки 30 ноября. Подрядчик обещает закончить раньше. Работы выполнены практически на 40%. Панели устанавливаются очень быстро. В год спорта в Ростове отремонтировали 16 школьных стадионов. Еще на двух работы продолжаются. К концу года также сдадут и 22 спортплощадки в жилых массивах. Алексей Лагвиненко подчеркнул, уже в следующем году возьмутся и за другие спортивные объекты. Дмитрий Сумской, Тагир Фатахов, Первый Ростовский. Чемпионство ЦСКА – случайность или закономерность? На этот вопрос должен был ответить матч за гандбольный суперкубок России. Ростов-Дон впервые за многие годы был в нем всего лишь как обладатель Кубка России. И что он сделал с чемпионом, покажет наш гандбольно довольный корреспондент Марина Черных. Игра с ЦСКА пошла не так после 20-й минуты, когда наши девушки не могли забросить ни одного мяча до самого перерыва. Но закончилось все хорошо, так что начну сначала. В первом эпизоде сталкиваются шестые номера, и наш оказывается проворнее. Юлия Моногарова забирает мяч у Анны Гросса и отправляется в отрыв. А затем уже через сейф Анастасии Лагиной, которая своими заслугами усадила на скамейку Викторию Калинину, наш капитан забрасывает второй. Моногарова в итоге выдаст отличный матч, забив 7 голов с 7 попыток. За месяц нового сезона мы начали привыкать к такому Ростов-Дону. На старте игры такое ощущение, что нашим гандболисткам без разницы, с кем играть, любого соперника могут буквально вынести. В дебюте помимо Моногаровой отличаются и Эдуарда Амарим, и Анна Лагерквист. И вот так в быстром отрыве к 10-й минуте добиваемся максимальной разницы в этом матче плюс 5. В первой игре с ЦСКА в чемпионате страны тоже, кстати, был такой счет. В следующие 10 минут голы нам даются уже вдвое сложнее, но солидный отрыв пока удается сохранять. А дальше еще одна черта обновленной команды – долгие безголевые провалы в атаке. Целых 9 минут до перерыва не можем забить вообще ничего. ЦСКА подбирается на расстояние в один мяч, но последние 4,5 минуты команды не забивают вместе. После перерыва игра получается очень ровная, но все-таки ЦСКА чаще в роли догоняющих. Хотя и нам развить успех больше, чем на два мяча, не удается. За 9 минут до финальной сирены армейские девушки вообще выходят вперед, но тут говорит свое слово Виктория Калинина, отводя угрозы дважды подряд. Счет сравнивается, а главный тренер-соперниц получает нелепые 2 минуты штрафа. И в такой важный момент оставляет своих девушек на площадке без одной. Не сказать, что мы этим воспользовались в защите, но в атаке свои шансы реализовали. Фролова и Амарим оформляют победу Ростов-Дона 25-23. Так что если ЦСКА чемпион прошлого сезона, то мы суперчемпионы. Теперь в клубном гандбольном сезоне пауза на матче сборной. 6 октября Россия сыграет в Москве со Швейцарией в отборе на Евро-2022. А у Ростов-Дона следующая игра 13 октября дома со Страханочкой. Несколько сотен голосов, колокольный перезвон, мастерские иконописи и Семикаракорского фаянса. Все это фестиваль искусства и творчества «Золотовские купола», который прошел в хуторе Старозолотовском. Праздничный звон разгоняет тучи и открывает фестиваль искусства и творчества «Золотовские купола». Юный звонарь Михаил Васильцов задает колокольный ритм. Набивал руку и настраивал слух на такую церковную музыку несколько месяцев. Сегодня делится результатом своих стараний. Сначала у меня не было такой мечты заниматься этим искусством. Я приехал примерно 2-3 месяца назад сюда отдыхать и батюшка мне предложил попробовать позвонить. Сначала получалось не очень, но вскоре все стало на свои места и я стал звонить уже получше. Подпевают Михаилу и звонятся колокола гости. Привезли их из ростовского храма Георгия Победоносца. Все, кто здесь бывают, отмечают, что здесь благодать Божия присутствует в этом месте. Радость ощущают люди, поэтому с удовольствием к нам приезжают и на мероприятия, и просто в гости. Только ты, мое русское поле, только ты, мой единственный кровь. Ты, мое небо, ты, моя доля, и ныне и присно, и во веки веков. Звон сменяют голоса. Продолжают музыкальный марафон коллективы со всей области. Больше двухсот участников собрались на уже традиционный фестиваль. Давно, десять лет назад, на ступенях нашего храма, Остробрамской Пресвятой Богородицы, совершенно стихийно на праздник Троицы образовался концерт. Из желающих что-то спеть. Спеть во славу Дона, во славу нашего края. И потом мы приняли решение делать такие выступления традиционными. А вместе с концертами – мастерские. Вот, например, урок иконописи. Краски здесь только натуральные и самодельные. Измельченное сусальное золото и перетертые минералы помогают написать светлый, почти невесомый лик. Ты когда на доске рисуешь образ, ты как бы в молитве должен в какой-то момент остановиться. Вот ты понял, вот ты нарисовал то, что нужно. Вот твое образование, твой опыт, опыт церковной искусства тебе подсказывал. Вот то, что нужно. Ты вот довел, и, главное, теперь самый сложный момент – это не испортить. Вдохновившись иконописью, можно попробовать себя в росписи керамики. Мастера Семикаракурского фаянса делятся секретами такой тонкой, известной во всем мире художественной работы. Ограничений ни по возрасту, ни по умениям здесь нет. Тяга к творчеству в Старозолотовском охватывает всех. И это объяснимо. Вокруг такие красоты. Рай для художников называют эти места мастера живописи. Я приезжаю сюда рисовать, и не только. Здесь видны звезды, здесь другой воздух, его можно ложками черпать. И вдохновение. Обычно мне хватает на 2-3 месяца, а потом я чувствую зуд и желание опять вернуться. Вернуться сюда можно не только на фестиваль. В хуторе рады гостям круглый год. Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, Первый Ростовский. Ростов-на-Дону вошел в топ-10 самых интересных направлений для отдыха в России на приближающихся ноябрьских праздниках. Таковы данные опросов крупного сервиса бронирования отелей и домов. Самым популярным в этом плане стал Санкт-Петербург, затем Кисловодск. А где и что стоит посмотреть туристам в нашем городе? Давайте послушаем, что говорят ростовчане. Скорее всего набережная Пушкинская, ну самые такие ходовые места, собственно все. Ипподром убрали, ну видимо скоро появится, может быть там за городом, да. Ну и есть еще там окрестносты, там Кумжинская роща, которую в порядок приводили. Вот озера там существуют вот на западном, частные, где можно летом купаться. Ну можно посмотреть стадион, ну и Дон. Левый берег Дона, ну музей наш сходитель изобразительных искусств. Не знаю, парк Плевеном когда-то был известен. Может быть старая Нахичевань, может быть новое поселение, чтобы они там заблудились, подольше остались. Ну в Ростове есть много музеев смотреть, кинотеатр. Театр наш хороший, драматический музыкальный театр. Что есть музей, есть чем привлечь. Наконец красивые девушки. Что у нас только набережная Пушкинская, больше, ну парки. И больше некуда пойти, в общем-то. А окрестности, да, у нас очень интересные. Очень красиво осень тут. Золотая осень. Вот сходить даже по парку прогуляться, посмотреть даже, ну вот, Киров, памятник, район, библиотеки. Наши центральные улицы, Садовая, на которой очень много исторических зданий красивых. Хороший аэропорт, хороший трансфер. Много гостиниц. Ну естественно, гастрономический туризм. А про него можно рассказывать долго. Зайти в публичку, там библиотека есть, там красиво очень. Шаурму покушать. И по Пушкинской прогуляться. Центр Ростова. Это уникальная архитектура, которой не было ни в России. Купцы строили по самым последним требованиям. Очень много грузинских ресторанов. Это прям какая-то магия здесь. Вот. И в Ростове очень вкусный кофе. Ростов-Культурный у нас на очереди. Какие они цвета звуки Василия Кандинского. За этим художником признавали удивительную способность видеть звуки и слышать цвета. Новый проект в Музее изобразительных искусств объединил зал классической выставки с залом, где полотна оживают. Считая, что движение фигур в пространстве – логическое продолжение творческих поисков Кандинского. Цвет – это клавиш, глаз – молоточек, душа – многострунный рояль. Художник есть рука, которая посредством того или иного клавиша целесообразно приводит в вибрацию человеческую душу. Это Кандинский, 1910 год, в книге о духовном в искусстве. Было время, когда мысль об абстракционизме витала в воздухе. И вот появилось его теоретическое обоснование. И вы сможете поистине прочувствовать, как движется форма, как звучит краска. Кандинский был синестетиком. Он обладал таким необычным свойством, что, например, визуальные образы он чувствовал звуками, а звуки – визуальными образами. И мы предлагаем зрителю испытать на себе вот это редкое чувство синестезии. От рождения абстракционизма через лирическую геометрию к биоморфному периоду. Кандинский опережал свое время и большую часть жизни, обосновывал появление этого нового направления. А сегодня мы говорим «Кандинский», подразумеваем абстракционизм. Потому что это человек, который возвел в культ беспредметность. И он доказал то, что эта беспредметность живописи не только имеет право на существование, но она порой даже более сильна и символична по восприятию, нежели традиционная предметная живопись. Кандинский смог всю свою теорию сложить вместе музыкальные знания, художественные знания, теоретические знания и труды о духовном искусстве. И его теоретические взгляды в преподавании, собственно, сделали его легендарной личностью. Он написал теоретические труды для своих учеников и любопытных потомков. Трактат Кандинского о точке и линии на плоскости – до сих пор пособие по инфографике. Я довольно далек от искусства изобразительного, но я сейчас работаю веб-дизайнером. И могу сказать, что у Кандинского очень интересная работа с градиентами, цветами и геометрией. Это очень сильно и очень мощно, особенно учитывая все те годы, в которых он рисовал. И вот интересный момент был, когда я рассматривала картины, я словила себя на ощущение, что мой взгляд, он перетекает по одной картине, от детали к детали, ровно так же, как это происходит в танцевальном потоке. Услышать и увидеть цвета звуки Василия Кандинского, познать синтез искусств, есть время до 6 декабря. Галина Белоусова, Николай Кубышкин, 1-й Ростовский. Октябрь пришел к нам в солнечном настроении, но на выходных прямо посередине оно расколется на солнечно-пасмурное. Температуру на входе новому месяцу измерила метеокор Елена Доронина. Ростов-Ростовчане, друзья, всем горячий южный привет, рада снова всех вас видеть. Я думаю, если вы вдруг сегодня выглядывали за окно, то, вероятно, не могли поверить своим глазам. Точнее, глазам-то верить можно, а вот ощущениям нет, потому что они как будто существуют по отдельности. Дело в том, что на улице солнечно, на небе не облачко, и кажется, что за окном просто лето. Ну, правда, об осени напоминают пожелтевшие деревья и ветер, который их, между прочим, неплохо так покачивает. Вот еще недавно мы с вами пели песни про 3 сентября, отмечали Шифутина в день, а не за горами уже 3 октября. Песню, правда, никто не придумал, но вот какой погоды будет в этот день, сейчас расскажу. Субтитры сделал DimaTorzok Крежнему не облачко. Ветер на фоне предыдущих дней подуспокоится и задуется востока со скоростью 6,5 метров в секунду. Атмосферное давление все еще высокое – 770 миллиметров ртутного столба, а вот влажность низкая – 38%. В ночь на воскресенье теплее, чем в прежние ночи – плюс 7 и малооблачно. Правда, уже к утру небо нахмурится и пасмурность сохранится на протяжении всего выходного дня. Хотя должно обойтись без дождя. Термометры покажут плюс 15, барометры 769 миллиметров ртутного столба. Влажность чуть меньше 50%. Восточный ветер ослабеет до 5,5 метров в секунду. Ночью в понедельник довольно тепло – плюс 11. И все также пасмурно. Днем 4 октября солнца не увидим, впрочем, как и дождя. Зато, кажется, грядет потепление. Воздух прогреется до 17 градусов. Ветер с востока – 5 метров в секунду. Атмосферное давление все еще повышенное, но на спаде – 768 миллиметров ртутного столба. Влажность – 42%. На этом у меня все. Увидимся в эфире и за окном. Пока-пока. Расставляли акценты недели для программы «Ростов. Главная» – команда телеканала «Первый Ростовский». И я, Анастасия Натальевич. Давайте сосредоточимся на главном месте. Присылайте свои идеи, новости, фото и видео на WhatsApp и Viber. Вся информация – контакты на сайте 1Rostov.TV. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова